Всем привет! Я Диана, рада вас видеть на моем YouTube-канале. Сегодня покажу вам, что TikTok заставил меня купить на Asson. Мы это с вами все протестируем, я вам расскажу цены, оставлю ссылки в закрепленном комментарии. В общем, будет интересно, присаживайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайк авансом, вам будет несложно, мне будет приятно. Подписывайтесь на мой канал и погнали! Я лазила на просторах TikTok и нашла несколько видео с прикольными гаджетами. Вот одно из них. В общем, это принтер, который печатает ваши собственные наклейки, ваши собственные стикеры. К сожалению, именно такого же я не нашла, но я нашла лучше, я нашла принтер, который печатает ваши фотографии из телефона. И вот он у меня здесь. Так как этот мини-принтер стоит около 6 тысяч, а буквально за 9-10 тысяч можно купить, тут его, наверное, не видно, полноценный фотоаппарат Polaroid, который там стоит 9-10 тысяч. И у вас будет не только принтер, который печатает вам фотографии, но и как бы сам фотоаппарат, который в моменте делает снимок и сразу его печатает. Здесь, конечно, удобнее то, что можно распечатать любую, в принципе, фотографию из вашей галереи. И, наконец-таки, я его расчехлила. В общем, вот так выглядит торопка. Это фотопринтер от Xiaomi или Xiaomi. Как вы произносите этот бренд, напишите в комментариях. Просто мне всегда было интересно, как правильно. Что у нас идет в комплекте? Сам фотопринтер. Это зарядка. Ну, скорее всего, картриджи должны быть, да. Ну, всего 5 штучек. 5 штук это очень мало. Я сейчас зайду даже на Озон. По-моему, там было что-то около 10. Комплект фотобумаги 10 штук. По факту, у нас их всего 5. Куда-то еще 5 штук зажали. Ну что, давайте разбираться, как он работает. Выдвигается крышка. И вот сюда вставляется картридж. Ну что, наконец-таки. Выбираем самую сейчас красивую мою фотографию за последнее время. Без ограничений. Или с рамкой сделать. Я думаю, с рамкой сделаю. Можно даже фильтры, смотрите, наложить на фотографию. В общем, можно еще отредактировать фотографию перед тем, как ее распечатать. Добавлю четкости, чтобы, если что, вдруг фотография не была размутой. Господи, как я волнуюсь. Я очень волнуюсь. Он тут уже замигал. Все. Все. Вы увидите ее первой. Она печатается. Она печатается. Она... Стоп. Это что? Это не то. Это что-то тут написано. Калибровка принтера. Я не знаю, что такое калибровка. Но, наверное, так надо. Ждем вот эту вот сначала картонку. Спасибо. И теперь будет фотография. Да-да-да-да-да. Вы ее увидите первой. Я всегда хотела такую фотографию. Не, у меня были как-то такие распечатанные фотографии. Поняли, в торговых центрах стояли такие большие коробки. Не знаю, фото какие-то будки. Вот. И я там печатала с инстаграма. Ну что? Я расстроена, если честно. Блин. Ну, качество вообще не очень. Вообще ни о чем. Посмотрите. Мне не зашло. Во-первых, посмотрите. Оно какое-то бледное, тусклое, темное. Оно совершенно не такое, как по-настоящему на фотографии. Еще оно какое-то как будто туманное. Я расстроена. Напишите, как вам вообще качество печати. Сейчас вызовем эксперта. Максим, ты готов? Только сейчас честно свои эмоции, там все скажи, да, оценку этому принтеру. Ну, похоже на полароид. Так там можно было какой-то фильтр типа добавить. Я ничего не добавляла. Это типа без фильтра. Это типа вот... Нормально, прикольно. Тебе нравится? Еще оно как будто туманное. Вот лицо тут как будто туманное. В общем, Максим, ну, мой парень, мне сказал, что это так на всех полароидах печатает. Я просто не знаю, никогда не пользовалась. У меня как бы стоит полароид. Я никогда им не пользовалась, просто полароид подруги. В принципе, да, конечно, прикольная вещь. Симпатично выглядит. Ну, в принципе, норм. Идем дальше. Как вы видите, это сейф в виде книги. Блин, я в детстве просто мечтала иметь сейф. Я не знала, что я буду туда класть, но почему-то мне вот хотелось, чтобы в будущем, когда я буду взрослой, у меня был сейф, и я там хранила свои миллионы. Ну, в общем, пересмотрела я каких-то фильмов. Итак, выглядит она вот так. Кстати, она очень тяжелая, ну, потому что она как бы металлическая. Ну, и в чем еще ее прикол? Типа то, что она в форме книги, и никто даже и не додумается, посмотрев на вашу полку, подумать, что у вас там может что-то храниться. Ой-ой-ой-ой, мне она пришла с браком, посмотрите. Помятая какая. Ну что ж, открываем. Она, кстати, вот эта, это не металлическая, это вот прям как книга настоящая, картонная вот эта обложка. И уже здесь внутри сейф. Я надеюсь, он не закрыт. Как я его открою, если он закрыт, а ключ внутри. Так, он открывается. Ну что ж, ну вот, и внутри он металлический. Вот это пластик, вот это картон. Проворачиваем ключ, и все, все, все работает. Замок работает, он действительно не открывается. Прикольная вещь. Ну что, давайте что-нибудь туда положим, посмотрим вместимость. Открываем. Складываем сюда все наши приблуды. Денюжки после дня рождения, чтобы мама не забрала. Закрываем. И ставим на полку, как будто это просто книга. Так вот, совершенно беспалевно. Буду от тебя за дночку прятать. Так, смотрим следующее видео. Это вакуумный очиститель пор. Я просто обожаю выдавливать прыщи, черные точки, поры давить. Короче, я это просто все обожаю. Я постоянно мучаю своего парня, мучаю свое лицо. Оказывается, есть вот такая интересная штука, которая как бы, ну, должна вроде бы как не больно это делать. И качественно. В общем, держись, Максим. Теперь каждый вечер я буду ему выдавливать все его черные точки и прыщи. Так она выглядит. Здесь у нее в комплекте шнур. Какие-то, типа, как прокладки. Какие-то штучки. И разные насадки. Есть вот с таким металлическим носиком. Есть вот такая. Есть совсем с узким носом. Это как будто вообще вот так, ну, очень стильно выглядит, как по мне. Включаем. Вот. Работает. Ну что, пробуем на мне. Давайте начнем с первого режима. Опа. Присасывается. И третий режим. Ой, уже вообще-вообще-вообще больно. В общем, я думаю, что ей нужно очень аккуратно это делать, потому что если вот так она присосется и не двигать ее, то останется как будто засос. Потом будут вопросики к вам. Ой, вот здесь очень больно. Очень. Ааа. Ой, капец. Ну, это у меня, скорее всего, не пора. Это у меня тоналка на лице была. Как будто на лице много-много-много пиявочек было. Думаю, сегодня вечером, когда вернусь домой, умоюсь, смою макияж и покажу вам уже именно результат, сколько она высосет жира из наших лиц с Максимом. В общем, я распарила нос, смыла косметику и начинаем тестировать. Надо быть очень аккуратной, потому что она оставляет засосы. Это причем на самой максимальной скорости. Ну, совсем чуть-чуть, потому что, как бы, ну, я умываюсь два раза в день, поэтому у меня чистенький нос, но вытягивает. Ну что, переходим к последнему видео. Это вообще очень интересная вещь. Я думала, что это просто игрушка. По сути, это и есть игрушечная стиральная машинка. Туда можно налить воды. Она действительно будет стирать. И, как бы, по ее габаритам можно помыть какой-нибудь beauty blender. Ой, боже мой, какая милейшая коробочка. И здесь сердечки. Я просто обожаю. Меня можно купить просто с сердечками. Нарисуйте на коробке сердечки, я куплю. Блин, очень прикольная. А как она? Это провал! Она на батарейках! А у нас-то батареек нет. Кстати, ну, по виду она вообще не очень. Эта крышечка вся потертая. Как будто это из моего детства, знаете? Машинка. Я ее где-то откопала и привезла. В общем, я уже купила батарейки, засунула их. Налила сюда воды. И хочу сказать, что она очень сильно протекает. Прям у меня вот весь стол здесь залит сейчас водой. Берем грязный спонж и сейчас будем тестировать. Вот, посмотрите, какая лужа. Ну, и давайте вообще тестировать, отстирается ли спонж. Вот такой он был до. Закрываем, нажимаем. Очень слабо крутится. Во-первых, он практически, вообще, ну, нужно ему помогать, чтобы он начинал крутиться. И он не достает до дна, поэтому не стирается. Просто вот так крутится на месте. Но, в принципе, машинка работает. Это уже очень круто. Вот таким одним ложателем. Ну, это, знаете, как ручная стирка. Она вроде бы его там кружит, но ты должен вот так вот его доставать и выжимать, чтобы тональник с него как бы слизал. Тогда он чуть-чуть и стирается. Видите, вода пометнела от тональника. Так, надо его прям утопить туда. Ну что, я думаю, уже достаточно. Ничего больше не изменится. Вот такой стал спонжик. В принципе, я ничего большего не ожидала, потому что, как она отстирает его. Как игрушка, в принципе, окей для детей. Хотя и как игрушка не очень, потому что дети нальют воды, потом вся квартира будет в этой воде. Ну и как бы, как какой-то лайфхак, чтобы там отстирать бьюти-блендеры, тоже вообще не айс, потому что она ничего не отстирывает. Вот такая распаковка у меня получилась. Надеюсь, вам она понравилась. Если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока.